Я покажу, как я делаю свой самый любимый салатик. Конечно, это не диетическое блюдо, но этот салат можно и будничный, то есть ежедневно кушать, и можно даже гостям. То есть это очень вкусно, не очень дорого и, как я говорю, быстро. Значит, что для этого надо? Здесь пропорции таких я не соблюдаю. Это салат из консервы тунец. Рыба тунец, она рыбка такая постная, но вкусненькая. И вот если я добавлю яйцо, рис, лук и сделаю такой салатик, будет очень-очень вкусно. Значит, сколько яиц? Тут такое дело, яйцо плюс майонез очень вкусно, поэтому от одного яйца, ну, наверное, на такую баночку до пяти, уже будет слишком много, да? Ну, обычно я добавляю на такую баночку три яйца, не более, так? Сколько риса? Опять-таки, можно вот такую тарелочку на баночку, можно больше, если хотите, можно меньше, можно вообще без риса, но лучше с рисом. Это так выгоднее, во-первых, больше салата получается, это сытненько, поэтому рис вот я высыпаю вот такая моя мерная тарелочка, да, мисочка. Так, что сюда еще я добавлю? Добавлю лучок, лучок я измельчаю меленько, и я сразу буду все вымешивать. Ну, для того, чтобы вымесить, можно было, конечно, взять мисочку побольше, ладно. Вот так вот я вымешиваю, и сразу добавлю немножечко майонеза. Вот я делаю такую маленькую дырочку в уголочке, чтобы мне было удобнее. Какой у вас майонез? Майонез, а я не буду рекламировать. Наш, киевский майонез, Олком, по-моему. В общем, хороший майонез. Я беру жирненький майонез, в общем, я беру хороший, вот такой вот. Это хороший майонез, ничего я рекламировать не буду. А фартух у вас олееная? А фартух у меня олееная, ему столько много лет, очень много лет. Я уже говорила, что когда-то у меня олееная, даже сковородки, две сковородочки подарила, прислала. Ну, а фартух остался, сковородочки уже поменяла, потому что все-таки они выходят, как говорится. Так, рис должен быть рассыпчатый, хорошо сваренный, чтобы не хрустело на зубах. Затем яйцо добавлю, и вначале я добавлю консерву. Значит, консерву вот прямо с этой жидкостью, вот это все я добавляю. Ну, чем вкуснее консерва, тем будет вкуснее салатик. Но я настолько люблю этот салат, я вообще люблю рыбу. Так аппетитно выглядит? Аппетитно выглядит очень вкусно. Вчера приходила моя сестра, сегодня мне звонит. Оля, скажи, как это ты делал этот салат? Я ей сказала, да. А я говорю, смотрите мое видео. Потому что легко, просто, тут никакой такой задумки нет. Хотите, добавьте две баночки, недостаточно одной, потому что я вот это все могу за раз съесть. Я такая, ну, вы попробуйте, вы не думаете, вот это такое просто, какая-то, ну, что тут такое, вообще ничего, да, ерунда такая. Вы попробуйте, и вы увидите, как это вкусно, и будете делать, и будете вместе со мной вот так вот наедаться и толстеть. Ну, это я так шучу. Вот, и яйцо. Заодно я вам сейчас покажу, как я, я, вот, вареные яйца, вот я их там очищаю, там много у меня сегодня, как я их измельчаю. Я их не режу, типа уже отдельно, а я их беру вилочкой вот так, это тоже очень быстро. Вот кто любит все делать на кухне быстро, чтобы себя не утомлять, вот так. Ну, может, кто-то по-другому делает еще быстрее, но я так вот всегда измельчаю вареные яйца для салата, для супчика, для зеленого борща, вот так вот. Видите, оно все измельчается, измельчается. Единственное, когда нужно украсить там, то я, конечно, уже тогда возьму, может быть, нарежу, не знаю как, но вот я таким методом, все быстро, все просто, легко. Добавлю майонез. Так, все я добавила, ничего я не забыла. Майонез тоже, сколько майонеза, да сколько вы хотите по вкусу. Есть такие люди, которые вредно-то, не вредно, но они, знаете, что делать, они просто берут булочку или хлебушек белый, в лучшем случае кладут там колбаску, вот, сверху майонез. Ну, конечно, в лучшем случае там какой-то лучок, какую-то зелень, так что. Тут дело такое. Поэтому диета диетой, а все мы любим вкусно покушать. Вот такой легкий, видите, этот салатик, он прямо такой воздушный, такой воздушный он и остается. Если вы хотите, пожалуйста, украшайте эту тарелочку, если не хотите, не украшайте. Вот вы попробуйте, увидите, как это вкусно, и будете делать, и меня вспоминать, я казал Тразгорович Шевченко не злым тихим словом. Честное слово, вам, особенно тех, кто любит, тех, кто любит рыбку и консервочки, ну, я так уже сверху украшу лучком. Кстати, заодно я вам покажу свой зимний лук. Можно в следующем видео рассказать? Ну, можно в следующем видео, хорошо. Потому что у меня же еще есть зимний лук такой под рукой. В общем, вы поняли, сколько хотите, столько кладите. Конечно, не переборщите риса, потому что будет один рис. Вот, ну, вот на баночку я сказала вам про порции. Очень вкусный салатик. Вы попробуйте. Ну, не знаю, это кто-то просто может из злости сказать, что это плохо и что это бэ. Это очень и очень вкусно. Просто, легко, доступно. Пока-пока.